Скажите мне, следующий тогда вопрос, я вас сначала попрашиваю, да, что, на ваш взгляд, вот в вашей конкретной жизни, вашей ситуации является самыми большими поглотителями энергии? Что вас отжирает или кто? Вот, то есть, что вот эти ваши единицы энергетические, батарейки, больше всего забирают? А кто является самым, как бы, главным черным бюроем-поглотителем, таким черным лордом для вашей энергии, который вашу энергию отбирает? Так, работа, социум, секс, злые люди. Так, социум, социум, работа, там, там, с людьми, люди, мелкие тираны, люди, владящие из себя. А так это специально, это главный прием энергетических вампиров, что вы начали дребезжать, и ваша энергетическая защита ослабла, вы становитесь, когда дребезжите, проницаемым, и энергия из вас, как бы, легко откусывая вас, становится. А если вы сохраняете холодное спокойствие, то вас не откусите, вы слишком толстая кожа. Когда бесится и дребезжать начинают мелочные тираны, которым вам не поесть, они истерят, истерят, а вы на них не реагируете. Вот, и из них тогда уже энергия идет из ушей, уже тогда они теряют. Так, ингибирующие окружения, особенно родственники. Так, общение с родственниками дома и с клиентами на работе. Прям со всех сторон у вас обложили. Где тогда жить? Только если вас не никто еще не пилоризирует, да? Так, работа некоторых людей, питание несбалансированное. Так, что-то новое, питание несбалансированное. Переживание раздражения, любую энергию превращать для себя в положительную. Это мешает? Так, возникает желание уйти из социума. И это мешает? Так, пьющий тихо мешает? Так. Работа, которую вы не хотите делать, да, отсутствие мотивации. Да, когда вам что-то приходится делать через себя, вы теряете энергию, потому что вы тратите сверхусилия, выходите из зоны комфорта и теряете как бы единицу воли, так называемых. Да, то есть вам нужно как бы сделать одну работу, очень неприятную, вы ее делаете, бац, и все, вся энергия слилась. А воля у нас на манипуру завязана, да? И на астральное тело. Так, с виднением почти не хочется общаться. Действительные отношения с близкими, сколько безделье. То есть с мотивацией проблема и отношения, которые не мотивируют. Скандальные люди завистливы. Скандальные завистливы. То есть это причинение вреда телу энергетическому. То есть получение каких-то промоев и негатива в вашу сторону. Это раздребезжает ваш кокон, наносит какие-то там рамки, возникают какие-то протечки. То есть от этого энергия может сочиться. Зависть. Это такой инь, укус. Большая зависть может отожрать энергию и запросто даже иммунитет просадить. То есть смотря какому месту в вас завидуют. Может на этом фоне возникнет какое-то расстройство, заболевание. Родственники. Многих мучают. Так, глупые ситуации. Травматики, манипуляторы. Социум-близкие родственники. Люди. Больше всего, если голосовать, видимо, больше всего заняли бы люди. А дальше идут категории людей. Родственники, клиенты, клейки. Один преподаватель как-то в институте одном говорил, что самое замечательное вообще место институт. Всем бы оно прекрасное, если бы только не студенты. Если бы студентов убрать, то было бы вообще потрясающе. Ночные нападения сущности. Интернет, соцсети. Расстаскиваете ли внимание. Да, убивать или смыслов. То есть, когда вы, что называется, вылизываетесь. Она у всех людей прослеживается. Когда вам, скажем, редактор, допустим, ставит, или начальник ставит одну задачу, а потом вторую, сразу возникает некий конфликт между тем, что сделать в первую очередь, человек выбирает третье. То есть, если животные вылизываются, когда они в ступор становятся, то люди ползут в соцсети. В результате, как бы время сжираются. Так, всякие привязки. Так, через маточный сценарий. Интернет, дисканарс. Помыслы, заражители. В зависимости, если он любит болезнь, угрозы. Так, много лампиров. Люди, конкуренция, телек. Мастерики, больные люди. Так, понятно. Хорошо. А в чем с людьми проблема? То есть, почему люди номер один, как бы, социум? Люди. То есть, из чего состоит социум? Какая является минимальная структура вашего взаимодействия с каким-то человеком? То есть, это что? Вот, что именно, если вот конкретизировать, да, в самом социуме, в чем проблема? То есть, эмоция, которая у вас вызывается, да, ваша обратная реакция на социум, на людей, конфликты. Можно ли это свести к тому, к неумению сохранять некое спокойствие внутреннее? Состояние безмятежности, любви ко всем блинам, тупость раздражает, да, не совпадают точки зрения, как бы, конфликт. Так, еще какие варианты? Так, успех. Так, ваш успех, это зависит от сотрудников. Так. Разные цели, столкновения в происходе. Все, чего-то от тебя хотят, пытаются привлечь внимание. То есть, каждый преследует свои интересы, да, реагирует на манипуляции, отвлекает. То есть, можно ли сказать еще, что другие люди пытаются добиться своих целей за вас счет, за счет ваших ресурсов, да, и не учитывают ваших интересов, или там, плюют на ваши интересы, но им важно то, что они хотят. Когда завидуют, нет, это не кормят. Зависть — это и эмоция, она отжирает. То есть, когда человек завидует, он тянет на себя. То есть, чем больше вам завидует, тем больше отжирает вашу энергию. То есть, смотрите, собственно, да, сконцентрируйтесь. Мы сказали, что... То есть, выведение вас из состояния равновесия, да, то есть, невозможность сохранять состояние внутреннего спокойствия, не реагировать на чье-то. То есть, или это может быть тупость чьей-то, чьи-то наезды, манипулирование, желание привлечь ваше внимание. То есть, вас все время отдергивают, раздергивают, или что-то поведение раздражает. Так, да? Вот второе, получается, это некое преследование личных интересов другими людьми. То есть, от вас что-то хотят получить. Вот, и когда завидуют, пытаются отъесть удачу. Ну, они не пытаются отъесть удачу, они пытаются получить то, что есть у вас. На энергетическом уровне зависть – это отъедание вашей энергии. Ну, и можно сказать, удача как некая позитивная настройка. То есть, у вас есть позитивные результаты, это, можно сказать, что это некая энергия успеха определенная. И люди пытаются ее как бы сожрать себе. Так вот, что я хочу сказать, что большинство, видите ли вы, скажите мне, вот, очевидно ли как-то вам, что большинство вот этих проблем, взаимоотношений в социуме, они все коренятся в эго, в эгоизме. То есть, либо в эго других людей, которые за ваш счет пытаются что-то получить от вас, не считаясь вашими интересами, либо в вашей неспособности реагировать спокойно и принимать людей такими, какие они есть. То есть, вы считаете тупыми, что они вас бесят, выводят на эмоции. Кто может сказать, что в этом причина? А кто может сказать, что причина в чем-то другом? Что не в том, что другие люди корыстны и эгоистичны, и не в том, что вы сами не можете сохранять некий внутренний душевный баланс при взаимодействии с другими. То есть, другие какие-то, видите ли вы, другие какие-то причины, проблем. Отсюда можно вывести все проблемы у нас, спокойствие, там, в эгоизме, снеагировать. В первую очередь, нужно искать на СПМ. Очень много задачей начать. Так, люди, твое зеркало. Да, это хорошая экспозиция. Устаем, поговорим об этом. Эго у нас есть. Так, лимбалансирует количество вампиров вокруг Чири увеличится от Сфигеля. Хорошее, кстати, наблюдение. Потому что, смотрите, исходя из вот этой проблематики, мы можем подойти к тому, что основные, скажем, проблемы, какое-то решение, которое можно на основании вот этой проблематики вывести, это некий внутренний баланс, способность сохранять некий внутренний энергетический статус гармонии. То есть, среда, социум. То есть, вы, скажем, пришли в лес, там что, какие раздражители? Ну, комары. Вы подшипкались, вроде как бы решили проблему. На море пришли, ну, там хорошо. Только если какая-нибудь чайка-снайпер метко над вами, никто летит, да? Ну, это вода рядом, можно решить проблему. Где-нибудь в горы пошли, там тоже хорошо. Кино, ну, если фильм, как бы, прочитали рейтинг, да, там, не знаю, не фильм, не Юнда, совсем, кто тоже неплохо. То есть, когда мы брали с вами первые источники, то там нет какого-то вот такого фактора агрессивного по отношению к нам, да? То есть, это, главным образом, не агрессивная среда, а это, наоборот, некое пространство, в котором, возможно, вот этот баланс гармонии восстановить. Энергетический некий обмен. Почему социум, говорят, как бы номер один, раздражитель? Потому что социум — это среда, в общем, такая агрессивная. Это как находиться внутри некого немножко взбешенного роя, пчел, да? Постоянно какие-то могут быть вкусы в вашу сторону, вот это жужжание над головой, раздражение, как бы ваше внимание, отлепливание туда-сюда, да? То есть, за счет того, что социум — это такой, как бы, некий рой, скажем, внутри которого вы пребываете, он такой полухаотичный, и у каждого свои интересы, причем в отношении к вам, да? Это идет сбрасывание рекламы, купи, 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 вот это тебе надо. Кто-то от вас чего-то хочет, там, работодатели, кредиторы, родственники, всем от вас чего-то надо. В результате вот эта вот ваша энергия, она в серельное состояние гармонии выдергивается, да? Вас как бы со всех сторон в серельный ральдергивает. То есть, внешняя среда в социуме часто бывает, она не является для вас гармоничной, не является тем местом, в котором на свою гармонию можно восстановить энергетический баланс. То есть, достаточно часто наша реакция, она в социуме или на других людей такая, которая, наоборот, создает некий дребезжание внутри нас, негативные эмоции какие-то, да, по отношению к человеку. Вам там кто-то подрезал, сказал что-нибудь резкое, грубое, да, так косо посмотрел, и у человека идет некая агрессия ответная, некая негативная реакция. Но это вот как бы эмоция, негатив, который вы создаете, выращиваете внутри себя. Видите, у нас внутри получается много темных структур негативных, и потом срабатывает эффект зеркала, да? То есть, мир вас, вам зеркалит то, что вы в него проецируете. Чем больше вас внутри негатива, тем больше вам будут предъявлять, как бы перед вашим, как бы лицом, ситуации, в которых будут отзеркаивать то, что вы во внешний мир несете. Соответственно, как можно сбалансироваться, да, как можно решать вот эту проблему. Это как бы некий комплекс мер. Да, вначале, когда я вот подбивал такой некий список энергетических каких-то вещей, которые нас могут зарядить, там мы говорили о некие внешние места силы, которые нас могут подпитывать. Пища сильно влияет на то, что мы именно едим. Сейчас у нас уже нет возможности времени углубиться, вот, но показательно, еда, где меньше, трудно перевариваемой пищи, там, где ваш организм запрачивает гораздо больше энергии на то, чтобы переводить эту еду, нежели чем эта еда дает. Там какие, какое-то мясо, например, пища там, копченая какая-то, с тяжелыми фракциями. Самая лучшая еда легкоусваиваемая, которая сама в себе содержит вещества, там, энзимы, которые позволяют эту пищу переваривать, она вам дает, она больше энергии, она вас не зашлаковывает. Да, то есть это фрукты, овощи, самые сбалансированные. Причем организм каждый уникален, генетика как бы разная, и разным людям подходит разная пища. Лучше всего научиться экстрасенсорно чувствовать, что конкретно для вашего организма нужно отслеживать, не переедать. Если вы переедаете, вы заставляете свой организм работать в авральном режиме, и вся энергия сливается на то, чтобы вот это протопить, на то, чтобы хоть как-то переварить то, что вы запихали себе внутрь. Сон является важным источником, поскольку для большинства людей сон является единственным источником для восполнения энергии, на которой работает наше сознание. У нас есть энергия, ее традиции в школе нашей называют отрицательной энергией. Это некая информационная энергия, на которой работает наше сознание, и мы ее получаем от системы, от мироздания во сне. Сон во сне, наше правое полушарие, включается, как такой вот канал, в общий интернет, и через наше правое полушарие, от системы, от разума планеты, проходит некий сигнал для обработки, который обрабатывается в нашей подкорке, нашими прошлыми воплощениями, союзниками, так называемыми. И в этот момент идет подзарядка гаджета. В этот момент человек видит, идет стадия быстрого сна. То есть рэпид-айм-умент, у человека двигаются глазные яблоки, и в этот момент мы видим сон сновидений. Ну, сон сновидений — это просто некие как бы брызги от вот этого процесса, взаимодействия нашего сознания с системой, с мирозданием, побочный эффект. И во время вот этого взаимодействия идет подзарядка нашего сознания. Соответственно, если вы спите небо глубоко, не проваливаетесь в эту стадию, или спите мало, то вы не успеваете восстановиться. Сам организм тела во время сна тоже подзаряжается. Там идут как бы определенные процессы восстановления. Мозг как бы начинает внутри прозванивать все нейронные цепочки, нервные узлы. Изнутри проводят диагностику всех органов всего организма. И, соответственно, происходит восстановление. При этом у нас есть так называемое первое и второе энергетическое кольцо в нашем теле. Первое энергетическое кольцо — это пищеварение. И это то, что доступно большинству людей. Так же, как и получать энергию, только и сна. То есть у нас есть телефон, мы их подзаряжаем. Если вы телефон не подзаряжаете, он через какое-то время вырубится. Так же и сознание. Если вы сознание не подзаряжаете, оно просто вырубится через какое-то время. Четыре проводили исследования, лишали человека сна. Ничему хорошему не приводило. Там приводило к тому, что память просто стиралась и личность в итоге стиралась. То есть принудительно возникал как бы авральный режим. То есть такое аварийное вырубание происходило. Там все равно будили какие-то условия, создавали, что спать невозможно. Просто личность разрушалась. В телефоне как бы начинала просто память операционная прошивка, истираться и приходить в негодность. То есть так работает наше сознание, наш ментал. И вот эти энергетические, первое, второе энергетическое кольцо. Первое энергетическое кольцо связано с мунипурой чакры, с перевариванием пищи. С той энергией, которую наш организм, наша система пищеварения расщепляет, вырабатывает как бы из той еды, которую мы едим. Отсюда, если вы едите еду трудноусваиваемую, на переработку которой нужно еще больше энергии затратить, чем вы получаете, там мясо, например, да, то, соответственно, особо много энергии вы оттуда не получите. Если питаться более энергонасыщенной едой, а можно экстрасенсорить, да, и, скажем, в фруктах содержится достаточно тоже много энергии, в овощах, тогда вы энергии получаете. Но есть второе энергетическое кольцо, и оно как раз связано с возможностью питания от розетки, от системы, напрямую, от природы. Это второе энергетическое кольцо, оно включается в ходе практик, определенно связанных с дыханием, да, и в ходе определенных медитаций. И вот этот навык, он позволяет напрямую включаться вот в окружающий мир, в природу, и черпать энергию, прану, там, да, и другие виды энергии просто из окружающего мира, и подпитываться, подпитываться энергией, да, восполнять вот этот энергетический баланс. Есть такие организмы, которые называются биоциноз, и можно включаться своими тонкими телами внутрь этого организма, и он начинает включить вас, как бы, да, в свое большое тело, лес какой-то, да, или там море. Этот биоциноз, он вас начинает балансировать, чистить, прокачивать вашу энергетику, и восстанавливать, заращивать какие-то повреждения в вашей энергетике, убирать какие-то проблемы, наполнять, насвещать вашу энергию. И вот этим практикам, целой, как бы, цепочке, да, последовательности практик можно научиться. Да, то есть социум – это такая достаточно среда, ну, агрессивная. То есть вы можете даже не с кем-то конфликтовать, просто быть успешным человеком. Этого будет достаточно, чтобы какая-то часть народа вас ненавидела, считала вас там нецензурное слово, и посылала вам какие-то негативные, деструктивные импульсы, которые, если они пропадают, проникают внутрь, могут разрушать вашу энергетику, да, создавать какой-то негатив, порча, сглазы, энергетика может сочиться, возникать заболевания какие-то, и так далее. Человек в итоге по цепочке начинает себя чувствовать плохо, малый тонус возникает, да, и так далее. Для решения этой проблемы можно делать систему практик определенных, нужно вести определенный образ жизни, да, здесь помогает также защита определенные артефакты, защитные, которые позволяют наши тонкие тела экранировать. То есть смотрите, вначале, да, мы уделили какое-то время, вот, ответ на вопросы, то есть я спрашивал, что вас заряжает энергией, а потом, а что вас выедает энергией, а теперь скажите мне, вот в течение вашего дня, там, неделя, сколько у вас событий, которые вас выедают, а сколько у вас событий, которые реально происходят, которые вас запитывают? Вопрос к вам, да? То есть насколько больше в событийном потоке, который присутствует в вашей жизни, больше событий именно социальных там взаимодействий, собственно, которые у вас выедают, да, и сколько в вашей, как бы, событийной цепочке присутствует тех событий, взаимодействий, которые вас запитывают? То есть как часто вы там в парку выходите, да, и вот вы описывали, что у вас отпитывает, как часто вы этим занимаетесь? В сравнении, как бы, вот, если взять на одну чашу весов, да, вот это вот выедание энергетическое, на вторую чашу весов запитка энергетическая. 50 на 50, запитывает больше, еще у кого какие-то, так, дебет с кредитом с трудом сходится, еще какие, ну вот-вот, запитывает больше, запитывает реже, так, чем выедание. То есть смотрите, разница, да, у кого-то как бы 50 на 50, у кого-то запитка побольше все-таки идет, у кого-то наоборот меньше. Ну и как бы что вам мешает, как бы меняет баланс? То есть человек, он попадает в некую струю обыденности, привычки, и вы думаете, что так и надо, так у всех, это единственный способ, но это не так, да, то есть вы попадаете в некую ловушку крессивных бегов, когда вот белку, как бы, в колесо, там, или комячка какого-то запускает, он как бы бешено бежит, 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 ну, как бы, колесо на месте просто крутится все время, да, вот, и толку от этих бегов нету. То есть нас, как бы, внимание наше раздергивает во все стороны, и в результате вы перестаете, как бы, смотреть на себя со стороны, вы теряете чувство некой перспективы, да, способность, как бы, взглянуть со стороны на ваш событийный поток и проанализировать его, что с вашей жизнью происходит, сколько, как бы, таких событий, на что вы тратите свое время. А время, оно, как бы, неминуемо течет, не успеете оглянуться, возникнет там 30, 40, 50, 60, старость подкрадется неизбежно, да, начнете замечать, что вы уже, как бы, энергия не та, молодость уже не та, как бы, время проходит, в жизни ничего не меняется, скоро, там, уже через сколько-то, там, лета и пенсия не за горой, да, и в итоге, как бы, какой итог жизни. Вот, и вот это осознание, оно тоже мотивации не добавляет, вот это расстройство, недовольство собой, оно выжирает тоже приличное количество энергии из вас. И из вот этого порочного круга из него нужно выходить, да, нужно начать делать упражнения, практики, включиться, там, в поток, там, в группу людей, которые занимаются, так, чтобы у вас тоже, смотря на других, возникла мотивация делать, да, и в своей жизни что-то поменять, изменить, начать делать что-то новое, да, то есть одно из определений безумия, это делать одно и то же все время, изо дня в день, желая получить какой-то совершенно другой, новый результат, да, то есть если вы продолжаете делать все то же самое, ничего в жизни своей не меняете, нового не делаете, и ждете, что при этом у вас что-то изменится радикально, да, то это одно из определений как и безумства. И чтобы другое что-то получить, нужно, чтобы другое начать делать.